60 футов. Включается режим автопилота флея, выравнивание. Автопилот собирается приземляться за пределами полосы, и только сейчас экипаж нажимает кнопку ухода на второй круг. Увеличивается режим работы двигателей, снижение прекращается. Однако через 3 секунды после нажатия кнопки на расстоянии 930 метров за полосой самолет сталкивается с землей. Продолжая движение, он проламывает бетонный забор и оказывается в дачном поселке Дача-Су. Погибают все 4 члена экипажа и 36 жителей поселка. Разрушаются и получают повреждения 38 строений. В процессе снижения и захода на посадку экипаж постоянно контролировал высоту и знал, что идет с превышением над установленными схемами. Тот факт, что экипаж в течение длительного времени не мог обеспечить выход самолета на схему, увеличивал его психоэмоциональное напряжение. Со временем это недовольство только усиливалось. Оптимальным решением в данных условиях было бы прекратить заход и выполнить повторный заход на посадку. Но такого решения принято не было. И дальнейшие действия стали происходить в темпе спешки, что существенно повышало вероятность ошибок. В целом экипаж был хорошо подготовлен и дисциплинирован. Карты контрольных проверок выполнялись своевременно и в полном объеме. Однако на заключительном этапе пилоты стали допускать отклонения от технологии работы и пропускать отдельные операции. Образ полета становился все более фрагментарным. И в итоге летчики утратили контроль за своим местоположением на схеме. Перед началом снижения с эшелона экипаж выражал озабоченность, что по метеоусловиям они, возможно, не смогут сесть. И когда пилоты получили информацию, что метеоусловия проходят, выразили облегчение. Таким образом экипаж был сильно мотивирован на скорейшее выполнение посадки и не был психологически настроен на прерывание захода. При наличии доминирующей цели и находясь в неоптимальном состоянии, экипаж стал воспринимать только ту информацию от систем, которая позволяла ему сесть. Подсознательно же он вытеснял те данные, которые призывали к уходу на второй круг. Благоприятным для экипажа был захват курсового маяка и глиссады, а также готовность автопилота к автоматической посадке. Одновременно пилоты никак не реагировали на следующие события. Значительное превышение по высоте при пролете контрольной точки и торца полосы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok